Я приветствую вас на канале Аленин сад так как я считаю что ценность моего огорода заключается в том что на нем я могу собирать урожай тогда когда я хочу и в таком объеме в каком я хочу то соответственно я стараюсь получать урожай либо очень рано когда в магазинах или на рынке еще не продается такая продукция либо очень поздно когда продавать ее уже перестали именно поэтому я планирую посеять несколько сортов капусты в два этапа и сегодня 20 марта я буду сеять капусту для раннего использования эта капуста в зависимости от ее типа будет готова либо уже в июне либо в начале июля возраст рассады капусты колеблется от 35 дней до 50 но тут важно учитывать такой момент что капуста это холодостойкое растение и более того капуста очень любит холод это северная культура а на моем участке для капусты просто рай во-первых прохлада а во-вторых влага чего-чего а влаги на моем огороде капусте всегда достаточно именно поэтому она у меня вырастает таких больших размеров можете посмотреть об этом видео на моем канале именно из-за холодостойкости я буду высаживать мою капусту в открытый грунт уже в начале мая скорее всего под капусту я не буду готовить отдельные грядки для того чтобы не занимать место которое потом в начале лета уже освободится и нужно будет думать что посеять туда снова я посажу ее в разных частях моего огорода капуста кальраби прекрасно идет как уплотнитель и я посажу возможно даже ее на моих клубах например я могу посадить кальраби среди посадок гладиолусов пока гладиолусов зайдут пока они разрастутся кальраби я уже соберу самое главное мое наблюдение в моем опыте выращивания рассады капусты это то что капуста на самом деле не любит пересадку не любит пикировку гораздо лучше вырастает капуста которая была выращена рассады в кассетах то есть у нее была закрытая корневая система и сразу из кассеты я ее пересаживаю в открытый грунт и такие саженцы они даже не замечают пересадки прекрасно приживаются сто процентов и дальше они формируют нормальный качан в от капусты которую я высаживаю с поврежденной корневой системой то есть из рассадного ящика например да с обрывом корешков такая капуста приживается не вся и очень часто она формирует какие-то убогие кривые кочаны именно поэтому я буду сеять капусту сразу же в индивидуальные стаканчики где она будет расти до момента высадки в открытый грунт в качестве таких стаканчиков я решила использовать втулки от туалетной бумаги не все приветствуют использование втулок но мне они очень нравятся потому что такая тара она биоразлагаемая мне нужно будет только перед высадкой в открытый грунт хорошо размочить эту картонку и надорвать ее двух сторон корешки не повреждаются и мы используем вторсырье помогаем немножечко сохранить экологию в порядке в моем видео которое я делала про эти втулки не было еще одной моей идеи которую вот я только сейчас придумала когда мне пришлось наполнить эти стаканчики почвой они достаточно с узким горлышком можно так сказать и это не очень удобно и и тогда я взяла просто обрезок от молочной бутылки у меня он даже получился такой удобный с ручкой и с его помощью как в качестве воронки очень быстро и очень чисто и легко наполнились вот эти вот мои стаканчики делюсь с вами это моей идеей возможно вам пригодится случае даже наполнение не обязательно вот до таких стаканчиков от туалетной бумаги втулки но и при наполнении кассет и каких-либо других стаканчиков с маленьким объемом также предварительно за сутки почву в этих стаканчиках я пролила водой для того чтобы вся лишняя влага ушла почва была более рыхлой и воздухоемкой стаканчики готовы можно приступить к посеву для посева предварительно семена я никак не обрабатываю мои постоянные зрители уже поняли что это мою садово-огородная кредо ничем семена не обрабатывать потому что я считаю что и так все взойдет если семена хорошие непросроченные то это их задача прорасти почва смесь в стаканчиках моего собственного изготовления здесь равных пропорциях грунт с торфом из магазина и почва из моего сада и плюс немного истолченной яичной скорлупы и перлита ну и самое главное что же я буду сеять в эти стаканчики осеять я буду два сорта капусты кальраби это бланкет капуста кальраби с такой фиолетовой поверхностью стебля правильнее сказать это капуста кальраби венская белая с белой поверхностью этого стебля это скороспелые сорта и совойскую капусту сорта вертус 2 совойская капуста это средний поздний сорт который вырастает за 80 90 дней от высадки рассады и краснокочанная капуста кобезон негра 2 это средний ранний сорт который вырастает за 75 дней после высаживания рассады для посева я делаю стаканчиках по два углубления приблизительно глубиной в полу сантиметра и в каждое углубление кладу по два семечка семян у меня более чем достаточно семена недорогие они всегда продаются в любом магазине и в том числе супермаркете если понадобится всегда можно их приобрести а если всходы будут очень дружными и все прорастет да то есть получается стаканчики 4 сеанса должно появиться то лишнее я просто обрежу ножницами или отщипну совершенно не жалко делать эту процедуру остается самый крепкий самый здоровый саженец который и будет расти действительно будет расти не погибнет в процессе выращивания рассады и я смогу гарантированно его затем высадить в открытый грунт и там он дальше будет продолжать расти сеять капусту я буду по пять стаканчиков каждого типа можете сказать всего по пять растений всего пять кальраби на первый взгляд кажется о я вот куплю семена кальраби венской белой вот и сейчас я посею улитку закручу какую-нибудь 20 штук сеянцев посажу на самом деле это неэффективная работа получается посчитайте 4 сорта по 5 саженцев итого 20 штук растянутость урожая получается от июня до августа уже сбор урожая до разной капусты в июне я соберу кальраби в июле краснокочанную капусту в августе совойскую капусту причем в таких достаточных количествах 5 кочанов совойской капусты наша семья из двух взрослых и двоих детей может употреблять пищу в течение двух-трех месяцев соответственно этого количества мне точно более чем достаточно я не люблю когда получается так что все прекрасно растет все выросла работа потрачено время затрачено мы собираем урожай получается целая гора какого-то одного продукта например 25 штук вот этих вот кочерыжек кальраби и съесть такое количество просто нереально никто и не станет каждый день с утра до вечера есть капусту кальраби тогда возникает вопрос куда ее деть кому отдать это уже лишние проблемы лишняя морока вот и удовольствие от этого немного и кстати если вы со мной не согласны мне очень интересно было бы узнать ваше мнение на этот счет какое количество кочанов капусты например ваша семья съедает за зиму после того как капуста посеяна сверху ее можно полить водой для того чтобы уплотнить поверхность почвы и семечкам было проще прорастать закрыть сверху пакетом если вы используете парничок специальный то крышка парничка ну вот а я буду использовать такую вот шапочку для душа из гостиницы очень удобная вещь тем что она во-первых на резиночке и ее удобно натянуть на контейнер вот такой вот формы а во вторых она прозрачная и поэтому если я зазеваюсь и не замечу всходы то они не пострадают от нехватки освещения и теперь все вот эту конструкцию я поставлю на холодильник где достаточно высокая температура особенно если поставить к задней стенке холодильника и уже на второй третий четвертый день я буду ждать всходы и тут есть один важный момент капуста в отличие от перца холодолюбивое растение не удивляйтесь но это так и поэтому когда появятся всходы необходимо поместить их в помещение где температура уже будет плюс 13 плюс 15 градусов в отличие от перца которому нужно плюс 20 22 градуса и конечно же свет капуста очень светолюбиво как и перчик кстати если вам интересно можете посмотреть видео на моем канале как я сею и выращиваю перчик но вот и все очень простое это дело выращивать рассаду капусты через неделю после посева капуста выглядит вот так совойской кальдраби и вот так выглядит краснокочанная капуста этим сходом меньше чем недели 4 дня капуста кальдраби и планкет фиолетового цвета так и не взошлись именно я поставила на проращивание все сразу высыпала вот меня обрекали в том что зачем я советую метод проращивания которым сама не пользуюсь я им пользуюсь почему но только для проверки например вот схожести семян они всходят они наверное потому что они старые у капусты срок годности семян 2-3 года у этих семян на пачке заканчивается срок годность в шестнадцатом году то есть скорее всего они уже все погибли и всходов ждать не приходится я надеюсь что вам понравилось мое видео и поэтому давайте вместе наберем 500 лайков к нему если вы еще не подписались то обязательно подписывайтесь потому что ну как же я столько всего сею и наверняка вам интересно узнать что из этого вырастет я обязательно покажу все результаты своих трудов и в магазине я ничего покупать не буду для того чтобы вас обмануть как некоторые комментаторы считают если у меня не получится я сниму видео о том как у меня ничего не выросло а для моих постоянных любимых подписчиков я надеюсь что видео вам нравится пишите комментарии если вы хотите что-то изменить формате видео предлагайте мне идеи следующих новых видео всего вам доброго и до свидания